Где-то у меня был топ супов, которые я люблю И там я говорил, что очень люблю борщ Но поскольку борщ это вроде как укра-блюдо То вот как раз укра-вариант, куда Укра кладут и грибы, и несоленые хуи Еще, блядь, говна бы на лопате туда добавляли Чтобы нажористый, сука, борщ получился Мне не очень нравится Мне больше нравится такой вот ленивый суп Ну, назовем его не борщ, а свекольник Я бы готовил его чаще Но проблема в том, что Чтобы оправдать вообще приготовление борща Нужно его нахуярить хотя бы литров пять Такую огромную кастрюлю Ты не успеваешь быстро сожрать, и она портится Для того, чтобы сожрать эту кастрюлю до того, как она испортится Нужно либо, чтобы дома ртов было много Либо хотя бы каждый день обедать Поскольку дома я обедаю только в выходные Соответственно, я не успеваю сожрать эту кастрюлю супа Поэтому с экономической точки зрения Проще пойти и купить уже готовый борщ Либо в кафе, либо в магазинах Сейчас продаются вполне приличные борщи Но я еще очень люблю вареную говядину Обычно я покупаю гуляш, отвариваю его, жду, когда он остынет И ем холодненькое мяско с солью Очень мне нравится В результате варки говядины, естественно, образуется очень много бульона И что делать вот с этим бульоном? Получается, что примерно как в том анекдоте про таз мочи Ну не выливать же! Единственное, что я придумал, это на этом бульоне варить макароны Тоже вкусно получается Но можно захуярить супец Значит, как правильно варить говядину? Ты ее достаешь из пакета или в чем-то там ее принес Моешь, потом заливаешь водой Лучше, конечно, из фильтра Но, ладно, хер с ним, из-под крана заливаем холодной водой Доводишь до кипения После чего выливаешь это все нахуй Самое главное, чтобы в этот момент рядом не стояла твоя бабушка Потому что если рядом будет стоять бабуля И она увидит, как ты бульон выливаешь То начнется Ах ты, гаденыш, всю нажористость смываешь Оставь пенкой, это самое вкусное А ты ей в этот момент должен так гордо заявить Я веган Так вот, почему важно слить первую воду Несмотря на то, что при этом упадет нажористость Потому что именно в этой первой воде Накапливается все то дерьмо, которое осталось в мясе В процессе его производства Ну, то есть, если там какие-то антибиотики Еще какие-то присадки То это все вместе с первой водой В большей части выйдет То есть мясо будет менее вредное Если мясо вообще может быть вредное В общем, значит, сливаешь всю эту воду Промываешь мясо Чтобы вот всю вот эту пенку ебучую убрать Еще раз наливаешь воды И ставишь уже вариться Соответственно, в процессе варки Будет образовываться еще какая-то небольшая пенка Ее можно ложечкой аккуратно снимать И тоже выливать Мясо нужно варить, ну, в зависимости от его качества Минут, наверное, 40, максимум 50 Чем ты дольше варишь мясо Тем меньше в нем остается полезностей То есть белка Потому что белок от температуры разрушается Соответственно, в конечном счете У нас мясо сварилось Мы его выкладываем Ждем, пока оно остынет Кстати, наверное, хранить-то его лучше Как раз в бульоне Чтобы оно не заветривалось Но мы тут решили суп делать Суп мы, естественно, будем делать ленивый Это ленивый борщ Неужели мы ебаться будем? Это же все-таки рубрика Изяцепт Я купил уже готовый борщ в пакетиках На эту кастрюльку нужно, наверное, два пакетика Чтобы на жористее получилось Вообще сюда входит какой-то искусственный бульон Или не искусственный, не знаю Проблема со всеми этими пакетиками То, что в них во всех содержится какой-то вот непонятный Ну, знающие люди, конечно, назовут его гулутаматом Но на самом деле это явно какая-то вкусовая добавка Причем она сейчас содержится везде И в быстрозаваривающейся лапше И в чипсах И в сухариках тоже Какой-то вот такой вот Не знаю Запах копчености, что ли Что-то вот такое Мой желудок уже не может больше переваривать все это говно Но что не сделаешь ради видео Значит, здесь у нас бульон будет настоящий Мясной Засыпаем туда эти пакетики Доводим до кипения, размешиваем Можно еще чуть-чуть добавить кипяченой водички Чтобы поднять уровень бульона Потому что мясо-то я вытащил И уровень бульона упал И эпизодически помешивая Варим, ну, сколько там написано на пакетике Минут 20 После этого я еще дал настояться где-то полчаса И, в общем-то, наливаем борщ Для улучшения нажористости Можно туда кусочек мяса Вот предварительно сваренный покрошить Многие еще любят добавлять в борщ сметану Лично я молочные продукты За редким исключением не перевариваю вообще И на первом месте молочных продуктов Которые я не перевариваю Стоит сыр А на втором сметана Терпеть не могу А вот мазику-мазику можно добавить Да Но вещи, от которых я отказался много лет назад Это чипсы, заварная лапша, сахар и мазик Это помогает мне заниматься творческой деятельностью А хлеб же еще нужен Черный или круглый черный Со вкусным хлебом, кстати, отдельная жопа Вот в совке, например, большая часть продуктов была полным говном Но хлеб всегда был вкусный То, что же сейчас продается, особенно в сетевых магазинах Типа пиздерочки Такой хлеб, запаянный в пакет Это полное говно Правда, недавно в пиздерочку начали завозить Хлеб, завязанный в такие матовые пакеты Я давно уже хотел об этом рассказать Но не мог понять, кто же производит этот хлеб И вот теперь они начали класть туда бумажку 28-й хлебзавод Город Зеленоград Вот его хотя бы можно есть Но все равно это не то, что было в совке С большим трудом у себя на районе Я нашел всего два места, где продается хлеб С местного хлебзавода Иногда, если прийти в магазин в первой половине дня То он все еще даже теплый Вот он реально вкусный И такой вот, как был в совке Борщ получился по вкусу примерно Как в столовке Потому что он там тоже, как правило, сделан из какого-то полуфабриката В редких столовках бывает настоящий борщ Соответственно, он немножечко кислит Поэтому вот тебе жизнелом для борща Борщ должен быть кисло-сладким Если ты вдруг ешь борщ и чувствуешь, что что-то не так Добавь туда немножечко сахара По чуть-чуть добавляй, по пол ложечки Размешивай до тех пор, пока вкус не станет именно кисло-сладким Соответственно, можно ли жрать этот ленивый борщ? Можно Но удовольствием это назвать сложно Поэтому я плюнул и пошел купил вот тот самый борщ в магазине Вот он был заебись Разумеется, далеко не все покупные супы хорошего качества Например, те, которые в пиздерочке за 100 рублей полное дерьмо А вот те, которые во вкус вели за те же 100 рублей, вроде как ничего Ну аж в азбуке вкуса за 200 тип вообще охуенный борщ Что ты жрешь химию одну? Это же не домашняя еда! Прокряхтит тебе твоя любимая бабушка У меня вообще проблемы с термином домашняя еда, домашняя кухня, домашнего приготовления Я не очень понимаю, в чем ценность домашней пищи Я могу понять, в чем ценность пищи, приготовленной крутым каким-нибудь кулинаром Но с домашним-то че? Бабушка твоя от Сахи и маманя, которая ничего в жизни не видала Конечно, пиздец, блядь, кулинары Ну как бы подразумевается, что поскольку домашняя пища делается для своих домочадцев То там, наверное, использованы какие-то хорошие типа продукты И в миску хотя бы не плевали, пока их делали Но практика показывает, что домашняя пища сделана из того, на что денег хватило И там вполне могут быть ингредиенты такого качества, которое недопустимо, например, для ресторанной еды Ну то есть овощи обрезали с них гниль и остальное покрошили в тот же суп Или там что-то такое, у чего уже срок годности давно вышел Ну ничего, домашние сожрут же, не отравятся А то в ресторанах этих твоих тебе гнилья там не наложат Все говно собирают в эти зевы Скажет тебе твоя любимая бабушка Без пизды знаменитый ресторанный критик, которая в ресторане ни разу в жизни не была И вообще слаще редьки ничего за всю жизнь не пробовала Хотя да, сейчас бы в ресторан сходить борща навернуть Действительно, только твоя бабушка, если она вдруг попадет в ресторан Может там заказать себе борщец и картошечки со шкварками А да, конечно же, еще в домашней еде нет ГМО и химии Несмотря на то, что она приготовлена из тех же самых продуктов Из того же самого магазина Но даже если вдруг твоя бабушка, например, выращивает у себя На приусаденном участке кур, например То вот этот цыпленок, выращенный у бабушки Который все лето хуй знает что Бесконтрольно абсолютно клевал на огороде Который жрал хер пойми какой комбикорм Он почему-то экологически чище, чем обычная курица с фермы Жри, что дают, сучонок, и не выебывайся Вот мы в войну Поэтому лично для меня домашнее приготовление Вовсе не говорит о том, что это качественная пища Я бог ютуба Лайк, подписка, бубенцы Субтитры создавал DimaTorzok